Глава 3. Величие Харидас Токура. Шелабак-юно Токур так излагает содержание 3 главы. У одной привлекательной женщины из сословия Браманов, Джаганатхапури, был красивый сын, который каждый день приходил к сочетанию Махапрабу. Это не нравилось Дамодаре Бандиту, который в конце концов сказал сочетанию Махапрабу, «Если ты будешь и впредь проявлять такую любовь к этому мальчику, люди усомнятся в твоей чистоте». Выслушав упреки Дамодара Бандита, Господь отослал его в Навадвипу, чтобы он помогал его матери Шачадеве. Он также попросил Дамодара Бандита напомнить его матери, что он иногда приходит к ней домой, чтобы съесть пищу, которую она приготовила. Подчинившись приказу сочетанию Махапрабу, Дамодара Бандита отправился в Навадвипу, взяв с собой разные виды фарсада, Господа Джаганатхи. В другой раз сочетание Махапрабу задал вопрос Харидасу Тхакуру, который был известен как Брама Харидасу. О том, как яваны, то есть люди, не принадлежащие к физической культуре, могут обрести освобождение в Кали-югу. Харидас Тхакур ответил, что их спасение станет возможным, если они будут очень громко произносить мантру Харе Кришна, ибо эта мантра, если ее громко произносит даже без понимания ее смысла, способна помочь каждому. Далее автор читания Чаритамриты описывает то, через какое испытание Харидасу Тхакуру пришлось пройти в деревне Бенаполе, расположенной недалеко от Шантипура. Человек по имени Рамачандра Хан, который ненавидел Харидасу Тхакура, подослал к нему блудницу. Чтобы опозорить его, но, по милости Харидасу Тхакура, блудница избавилась от всех своих грехов. Это оскорбление, нанесенное чистому Вайшнаву позже, но влекло на Рамачандру Хана проклятие Нитянанды Прабу и несчастливые беды. Из Бенапола Харидасу Тхакур направился в деревню Чандапур, где поселился в доме Баларамачарии. Однажды Харидасу Тхакура принимали из себя двое братьев Хирани и Гвардхан Маджо Мадары. Во время их беседы его оскорбил кастовый браман по имени Гапала Чакраварти. В наказании за это оскорбление Гапала Чакраварти заболел проказой. После этого случая Харидасу Тхакур покинул Чандипур и поселился в доме Адвайта Ачарии, где впоследствии его испытала Майя Деви, алицетворенная внешняя энергия Господа. Она также получила его благословение на повторение Маха Мантры Харе Кришна. Текст первый. Бандэгам Шигуру Шиюта Падакамалам Шигурун Вайшнавам Ща. Тут все переводится, это молитва в первом тексте. Я смиренно склоняюсь к лотосным стопам моего духовного учителя и всех других наставников на пути предного служения. Я почти не склоняюсь перед всеми Вайшнавами и перед Шристю Гасвами, Шиларупа Гасвами, Шиласанатаны Гасвами, Рагунатда Гасвами, Джива Гасвами и их спутниками. Я почти не склоняюсь перед Шри Адвайта Ачарии Прабу, Шри Нитянанды Прабу, Шри Читани Маха Прабу и всеми его последователями во главе со Шриваста Курами. И, наконец, я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Господа Кришны, Шримати Радхарани и все гопи во главе с Лолитой и Вишакой. Слава Шри Читани Маха Прабу, Слава Нитянанды Прабу, Слава Адвайте Ачарии, Слава всем преданным Шри Читани Маха Прабу. В Джаганатхапури жил один мальчик, чей отец Браман из Арисы умер. Этот мальчик был очень красив и очень хорошо воспитан. Этот мальчик каждый день приходил к Шри Читани Маха Прабу и выражал ему почтение. Он мог свободно разговаривать со Шри Читани Маха Прабу, поскольку Господь был ему дороже жизни. Однако эти близкие отношения и милость Господа к нему были не по душе Дамандари Пандиту. Дамандар Пандит – это личный секретарь Господа Шри Читани. С духовной точки зрения его рассматривают на одном уровне с Шри Читани Маха Прабу. Это вечный спутник его. Дамандар Пандит постоянно запрещал тому сыну Брамана приходить к Господу, но мальчик был не в силах оставаться дома и не видеться со Шри Читани Маха Прабу. Когда описывается история Раса Лилы Господа Кришны в Вариндаване, этот танец проходит ночью. Обычно происходит так, что Кришна уходит в лес в подходящее время. Для этого явления, это явление считается самым возвышенным во всех трех мирах. Это осенняя полная луна, пары шарат. Именно красноватый оттенок, очень ярко светит. Весь лес Вариндаван освещен лунным светом. Особенно ни жарко, ни холодно в этот сезон дует очень приятный легкий ветерок, причем он наполнен, напоен многими ароматами густыми цветущих деревьев, цветов, и емуна протекает неподалеку. То есть, это такая идиллия удивительная. И это все освещено присутствием Кришны и его внешним видом, очень романтичным, глубоким, мистически загадочным, и звуком флейты. Этот звук флейты невозможно вынести. Криш означает «тянет». Вы ничего не можете сделать. Даже чувства начинают оттенуться. Ум, чувства, все, что есть. И гопи, они выходят из своих домов прямо ночью. Там, где их родственники, мужья, отцы, дети. И идут в этом направлении по звуку, через темный лес, джунгли. Иногда наступают на змеи, не обращая внимания. То есть, в полном погружении медитативном. Так они достигают Кришны, но некоторые гопи не пускают родственников. Описывается. Куда ты собралась ночью? Моя жена или моя дочь, куда ты ночью собралась? Есть такие примеры, когда родственники не пускают даже в арендавание. Тягопи, лес. Что же происходит в этом случае с ними? Они оставляют тела. Называется Кришна. Он все равно вас притянет. Любой ценой. Живым или мертвым. Даже в момент смерти душа стремится к Богу. Не обращают внимания. Не замечает смерть. Такая сила притяжения. И здесь описывается история мальчика, который был не в силах, хотя его выгонял оттуда Дамадар-бандит. Но он не в силах был оставаться дома и не видеться со сочетанием Махаправу, что Господь Сочетани был к нему добрый очень. Он не мог представить, что он не придет в какой-то день к нему. Мальчик каждый день приходил к Сочетани Махаправу, который относился к нему с большой любовью. Дети всегда тянутся к тем, кто их любит. Дамадар-бандит не мог этого терпеть. Все это его очень огорчало. Но он ничего не мог сказать, поскольку мальчик не слушался его. Однажды тот мальчик пришел к Сочетани Махаправу, и Господь стал с большой любовью расспрашивать его о новостях. Спустя некоторое время, когда мальчик встал и ушел, Дамадар-бандит обратился к Господу не в силах больше этого терпеть. То есть, что же, чем же руководствовался Соропа Дамадара, почему он был так против? Этикет. Есть этикет Брамачария. Обычно он таков, что ты постоянно ошибаешься, что ты ученик. Ты постоянно делаешь что-то неправильно. Это естественно для Мачария. И ты должен улучшать свое поведение, улучшать свои знания, улучшать свой характер. То есть, ты должен работать над этим. Вот это этикет. Ошибаешься, естественно. Но ты должен работать. Слушаться и работать. Грехастха, его этикет, должен учиться постоянству, верности и терпению, семейной жизни. Какие-то неврядицы. Да, постоянно. Терпи. Продолжай выполнять свою дхарму. Если ты не будешь терпеть и откажешься от дхармы, ты потеряешь честь. Слушая ответственность повышается. То есть, ты должен это сделать раз навсегда. Как в Писании говорится в этом случае. Не женился, не женись. Женился, не разводись. Все, что-то выбери. То есть, ответственность повышается. Но когда я речусь о саньясе, этикет самый строгий. Малейшее нарушение грозит падением. Очень опасный ошибок. Нужно на самом деле быть очень... Уметь контролировать чувства. То есть, на самом деле, обладать такой силой. Нужно уметь находиться в чистоте и в гьяне. Две вещи предписаны для саньясы. Это чистота и гьяна. Постоянное глубокое размышление на духовные темы. Это чтение книг, обсуждение Писаний, проповедь. Чтобы ум не отвлекался ни на какие мирские объекты. Это саньяс. И согласно этикету ведическому, если мужчина какой-то уделяет внимание ребенку вдовы, это указывает на то, что он привязывается к женщине, через этого ребенка. Указывает вот этот признак. И саньяс, если это делает, это разрушает твою репутацию. Это серьезная, может быть, вещь для саньяс. Поэтому обратился к Господу не в силах больше этого терпеть. Дамодар-пандит обратился к Господу с дерзкой речью. Все признают тебя великим учителем, принимая твои наставления. Но нам еще предстоит убедиться, какой ты учитель на самом деле. Вот тут стал выговаривать Господу читания. Нужно понять одну вещь. Да, дерзкая речь. Но на основе сильной любви Господу читания. Хотел остановить это ради его репутации. Комментарий Шилпрупада. Дамодар-пандит был великим преданным в сочетании Махапрабху. Но иногда, занимая такое положение, человек под влияние внешней энергии и материальных представлений начинает вести себя дерзко. Такой преданный по глупости осмеливается критиковать поступки духовного учителя или Верховной Личности Бога. Вопреки поговорке, жена Цезеря должна быть вне подозрений. Преданного не должно смущать поведение духовного учителя. И он никогда не должен критиковать его. Преданный должен быть уверен, твердо в том, что духовный учитель находится вне критики и не относится к числу простых смертных. Если преданному на его несовершенный взгляд кажется, что духовный учитель допускает какие-либо ошибки, он должен усвоить, что даже если духовный учитель идет в винный магазин, он делает это не из-за пристрастия к алкоголю, просто у него есть какие-то веские основания сделать это. В одном бедгальском стихотворении есть такие слова. Я дя пени тянанда сура бади даже если я увижу, что Господь Нитянанда вошел в винную лавку, я не стану сомневаться в том, что Нитянанда рай – верховная личность Бога. Текст 12. Тебя называют Гасани, учитель или Ачарья, но сейчас во все Пирошотта Макшетри пойдут пересуды о твоих качествах и репутации, что будет с твоим положением в обществе? Знак вопроса и восклицательный знак. Что будет? Сильная тревога. Хотя, что читание, Махапрабу знал, что Дамодар-пандит был чистым и честным преданным. Услышав его дерзкие речи, Господь ответил, «Мой дорогой Дамодара, что за глупости ты говоришь?» Дамодар-пандит ответил, «Ты независимый Господь, верховная личность и всегда находишься вне подозрений». С тобой ясно все. Я уверен в этом. Ты вне подозрений. «Мой дорогой Господь, ты можешь поступать, как пожелаешь. Никто не может тебе воспрепятствовать. Однако, мир этот живет по своим законам. Люди будут говорить, что им вздумается. И как же ты сможешь их остановить?» Дармачандра вернулся из изгнания. Он спас Ситу из Лаправаны, которую она провела около полугода. Известно, что когда он Ситу освободил, он ей сказал такие слова при встрече первой. «Теперь ты свободна, можешь идти, куда пожелаешь. Ты была у другого мужчины. Теперь ты свободна, иди, куда пожелаешь. Ты не была с мужем все это время, и если я приму тебя, то весь мир будет меня критиковать. Откуда ты взял жену? Откуда она пришла?» Когда он это сказал, полубоги взревели на небесах, сказали, «Как? Что это? Что это вообще?» Хануман сказал, «Я такого Романчандру без Ситы не принимаю. До этого момента я был твоим преданным. С этим я тебе говорю, если ты не примешь Ситу, я откажусь от тебя. Как ты можешь такие вещи говорить? Мать Сита, Мать Вселенной, как она может быть в области подозрений? «Хорошо, пусть пройдет через огонь. Если останется жива, значит чиста. Зачем не устраивать такие испытания? Так понятно, что она чиста, все сказали, Романчандру, что люди вокруг. Пример. Иначе все будут следовать этому примеру. Обычные люди. Если чья-то жена полугода будет у какого-то другого мужчины, пусть пройдет через огонь. Разожгли огонь. Она прошла через огонь. И так они счастливы вернулись в Аюту. Такая история. Прошло время. Много времени. Они жили счастливы, как бы. Но люди обсуждали эту тему Аюту. И однажды чья-то жена какого-то стиральщика, прачки мужчины, домой к утру только вернулась. Ты думаешь, говорит, я как Романчандр, вот такой наивный, да? Вот так он принял ситу, я тебя так же приму. Стал критиковать Господа Романчандра. И так об этом речь идет. То есть, ты, Верховный Господь, можешь поступать, как пожелаешь, но люди могут не понять твоего положения, будут подражать тебе. Другой Господь, ты ученый человек, почему же ты не примешь во внимание, что это сын вдовы Брамана? Почему ты так ласков с ним? хотя мать этого мальчика ведет очень аскетичную, целомудренную жизнь, у нее есть один естественный недостаток. Она красивая молодая. Что не поделаешь. Сыня, если не должен общаться с красивыми молодыми женщинами. Они чисты и преданы могут быть, но они должны общаться. Ты так же, мой дорогой Господь, очень молод и красив. Поэтому люди непременно начнут сплетничать о тебе. Зачем же давать им повод? Комментарии. Такой простодушный, преданный Господа Шичитане Махаправу, как Дамонар Пандит, его верный последователь не мог терпеть критику в ад из Господа, но, к сожалению, он сам по-своему стал осуждать Господа Шичитане Махаправу. Господь понимал, что причиной этому была прямота. Тем не менее, такая дерзость не дает чести, не делает чести преданному. Значит, мы правы, но как мы выражаем эту правоту, вот что важно. Еще один момент есть серьезный. Часто такое бывает с нами. Мы говорим правильные вещи, почему же плохой результат, ссора, конфликт. Я же правильно все сказал. Я прав. Почему такой результат? А, главное-то в чем? В каком качестве это сказал? Вот этого я не знаю. Никто не знает, в каком качестве он действует. Иллюзия. Майя. В чужом глазу мы увидим соломинку, а в своем бревна увидеть трудно. поэтому все конфликты возникают не из-за правдивых слов, а из-за качества, с которым эта правда преподносится. И как же быть? Как же сказать правду Господу читанию, если прямо это дерзко будет выглядеть, то, как это сделать вопрос? Сказав это, Дамодар-пандит замолчал. Все читания Махапрабу улыбнулся и довольный стал раздумывать над дерзостью Дамодар-пандита. Интересно, какое же решение примет Господь читания? Какую реакцию должен получить Дамодар-пандит, что он это делает в переданном служении? У него мотив-то чистый. Он какой-то недостаток имеет эту прямоту. Может быть, он стал слишком дерзким, но у него был мотив, любовь. Он хотел защитить репутацию Господа читания. Так, интересно, какое же будет решение? Что читания Махапрабу думал, «Эти дерзкие слова свидетельствуют о чистой любви ко мне. У меня нет другого, такого близкого друга, как Дамодар-пандит». Обдумывая слова Дамодара, все читания Махапрабу отправился выполнять свои полуденные обязанности. На следующий день он позвал Дамодар-пандита, чтобы поговорить с ним наедине. Так, конфиденциальный разговор. Хотите узнать, о чем Бог разговаривает наедине с другими? Когда он ко всем обращается в Бхагавадгит, и мы знаем, наедине, о чем он говорит. Вот слушайте, Господь сказал, «Мой дорогой друг Дамодара, тебе лучше бы пойти в Надию и жить рядом с моей матерью». Он действовал покровительственно, как отец по отношению к Господу читания в этой ситуации. К матери послали. «Я не знаю никого другого, кто бы мог позаботиться о ней, как ты. Ты так внимателен, что предостерегаешь даже меня». То есть он не рабеет даже перед Господом читания. Трудно, да, сделать замечание старше, молочного, очень трудно. Да, Бхагавадгит, у него столько любви, что он не боится. Ты даже меня можешь предостеречь. Ты самый беспристрастный среди моих спутников. И это очень хорошо, поскольку, не будучи беспристрастным, невозможно сохранять заповеди религии. Тут большой смысл оказывается был в том, что послать именно Сарупа Дамодару, пандита, в Надию. Жить недалеко от мамы Шачи, но и все вайшнавы получили огромное благо, потому что был очень строг в правилах. Сразу все стали строго следовать всем правилам. В каждой ядре должен быть такой прообраз Сарупа Дамодары. Есть во Вселенной один Браман, которого боятся все как огня. Все боятся. И праведники, и злодеи все боятся одинаково. Дру вас амуни. Малящее нарушение этикеты проклятие тут же суровое. Частичное воплощение Шивы, но если вы удовлетворите оооо чем может одарить невероятно. Милость будет безграничная. Как это в характере Ашутоши, господа Шивы? Легко разгневать и легко милостивить. Спрашивается, что за нюравновешенный дур васа? Дура означает не очень хорошо. Но он браман, и причем он очень знаменитый, он вселенского уровня, а личность достойная общаться лицом к лицу с голосом на Вишну. В чем же его роль? Следить за этикетом. В его присутствии никто не решится нарушить даже крупицу этого этикета. Вот такие есть личности у нас. Тебе под силу даже то, что не по силам мне. Ты можешь отчитать даже меня, не говоря уже о других. Поэтому самое лучшее, что ты можешь сделать, это отправиться в Надю и найти прибежище улодосный стоп моей матери. В твоем присутствии никто не посмеет вести себя своевольно. Иногда ты сможешь приходить и надолго повидаться со мной. Передай ей миллионы моих поклонов и расскажи ей о том, как мне здесь хорошо. чтобы она порадовалась за меня. Мать Шаджи потеряла все. Потеряла первого сына Вишварупу, принял саньясу, покинул дом молодым. Ее муж и отец, отец Господь Зачитания Джаганат Мишра, он не пережил этого ухода, он умер вскоре, потом потеряла мужа. Осталось у нее не май, Зачитание. Единственный сын. Любила она его безмерно. Она подумала, ведь он такой же, как Вишарупа, точно примет саньясу. нет, я не переживу никогда этого, только надо женить. Я не перенесу, если он уйдет. Сказал, не май, тебе надо жениться. Мама, зачем мирские вещи для меня? Сказал, нет, воля матери, я так желаю. Ну, раз воля матери, он женился. На повысшей воле первая же внук усила змея, она умерла. Она говорит, второй раз женись, лакшми приятели, вишну приятели. Женился второй раз и в скором времени принялся нюанс. Мать Шачи, когда Вишарупа принялся нюанс, когда Господь Читания принялся нюанс, когда Джаганат Миша ушел из жизни, она сказала, это все из-за Двайты. Он каждое утро проводил классы Бхагаватам, духовно могущественные, он внушил моим детям молодым дух отречения. А мне в лицо улыбается, когда встречает и кланяется. А детей моих забрал, он не Адвайта, он Адвайта, он обманщик двойственный. Она так подумала, что ее сердце матери разживалось просто. господ Читане в свое время проявил Махапракаша Ливу, то есть проявил свое положение божественное. Не сразу, в какой-то момент. И когда предан увидели его истинное положение, все поняли, кто пришел вообще в этот мир, раскрылся наконец. Он их спрашивал, просто приказывал, просите теперь, что хотите, каждый, вы должны меня просить благословения. И все, как один, просили прему для себя, для родственников, для других, для других, все сразу обретали эту прему экстаз, любви к Богу. Потом все заметили, что здесь нет мамы Шачи, он ее не зовет. Он не зовет ее. И почему, они спросили, почему же ты не даришь прему своей матери? Она занимает самопочетное положение среди вочтавов. Господь читал, она никогда не получит прему. Все чуть-чуть сознание потеряли, как так, она не получит. Почему же мы получили прему? Это же оскорбление, мы получили прему, Матя, она не получит прему, Мать, Господа, читай, почему? Она оскорбила Адвайту. она не очень плохо думала. Если только Адвайта чарь простит ее, тогда я дарую прему. Все вочтавы взяли под руки Матя Шачи и привели к Адвайта чарьи. Прости прощения у него. Матя Шачи сказал Адвайта чарьи. Я виноват перед тобой. Да, у меня вот были такие нечистые мысли. Прости меня. Что я слышу в этой чарьи? Я ее должен простить? Она что, хочет коснуться моих стоп? Да я в ад пойду за это. Кто я такой перед ней? Она мать вселенной, мать самого Господа. Он стал ее так прославлять, такие вещи говорить. Голос ее повысился, экстаз увеличился, он потерял сознание, когда стал ее качество писать. И лежал как мертвый. И стопы были открыты. И тут все сказали, вот, пока он без сознания, касаясь его стоп. и когда столб сразу захватил это према. Это мама Шачи. Передай ей миллионы поклонов, моих поклонов, и расскажи ей о том, как мне здесь хорошо, чтобы она порадовалась за меня. Скажи, что я послал тебя рассказывать ей, что я делаю, чтобы она могла разделить со мной мое счастье. Рассказывай об этом, успокой сердце Матушки Шачи. Также напомни об одном случае, известном ей одной, и передает меня такое послание. Я приложу к тебе, прихожу к тебе домой снова и снова, и съедаю все, все эти сладости и овощные блюда, которые ты мне преподносишь. Ты знаешь, что прихожу, и съедаю твое подношение, но из-за того, что внешними как будто разлучены, ты считаешь это сном. Комментарий. Поскольку матушка Шачи переживала разлуку с сочетание Махапрабху, она думала, что посещение сына ей снятся. Но Шачи Махапрабху хотел заверить ее, что это был не сон. Он действительно приходил и съедал все, что мать предлагала ему. Так Верховный Господь проявляет свою любовь к возвышенным преданным. Брама Самхити 5.38 по этому поводу говорится следующее Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей образ всегда доступен взору преданных, глаза которых умащены бальзамом любви к нему. Такие преданные созерцают Господа, пребывающего у них в сердце, в его вечном образе Шьямасундары. Чистые преданные общаются с Господом на трансцендентном плане. Но поскольку эти преданные все еще пребывают в материальном мире, они считают это с нами. На самом же деле Господь беседует с возвышенными преданными и преданные видят его перед собой. Это происходит в реальности, а не во сне. Если вам во сне снится Кришна или духовный учитель, или полубоги, или предки, то говорится это не сне. Это реально. В последний праздник Маха Санкранти ты приготовила для меня всевозможные блюда из овощей, сгущенное молоко, пирожные, сладкий рис. Ты поднесла все это Господу Кришне и когда ты медитировала я вдруг явился тебе и глаза твои наполнились слезами. Я пришел с большой поспешностью и съел все. Когда ты увидела, как я ем, сердце твое наполнилось радостью. Уже через мгновение, пока ты утирала слезы, тарелка с подношением была пуста. Тогда ты подумала, мне приснилось, что Нимай все съел. Из-за того, что внешне мы как будто разлучены, ты снова подумала, что по ошибке не поднесла пищу Господу Вишну. Тогда ты пошла посмотреть на горшки, которые готовила, и увидела, что они полные. Поэтому ты снова понесла пищу Господу, очистив место для подношения. Так я снова и снова съедаю все, что ты мне преподносишь, привлеченный твоей чистой любовью. По твоей воле я живу в Нилачаре Джаганатхапури, и все же ты притягиваешь меня к себе великой силой своей любви. Шечетане Махапрабу сказал Даматарпандиту. Так снова и снова напоминай Матушке Шачи обо мне и почитай ее лотосные стопы от моего имени. Тут мы остановимся. Тут описываются отношения матери и сына, вечные отношения матери и сына. Может быть будет один-два вопроса? Распространение просады. Ну и это в продолжении моего вопроса, что нам по факту надо какие-то продукты купить, нам надо что-то приготовить, надо предложить Кришне и распространить. Бесплатно, платно, неважно. Но я знаю, что есть некоторые браманы, которые приходят на овощную базу, заматывают шнур и предлагают Кришне таким образом. Не знаю, сколько авторитетен этот метод, потому что в таком случае предлагают овощную базу, в смысле? Раньше предлагали вообще все, что есть, сразу предлагали, уже свободно ели. Без проблем. Мы говорим о бахте, а не механизме каком-то. Бахте означает, что мы хотим что-то сделать для Господа. Что ему предлагать? Ему и так все принадлежит. Что думаете, эти базы ему не принадлежат, что ли? Все базы его, все деньги его. У вас в карамане деньги, это его деньги. Что можем предложить ему? Любовь надо предлагать, а не базы. значит мы для этого готовим, делаем что-то, творим что-то для него. Это имперсональное представление Бога. Скажите, пожалуйста, сейчас очень часто слышу такое мнение, что очень важно делать то, что нравится, а не то, что не нравится. Потому что если ты делаешь то, что тебе не нравится, в настроении таком, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я хотела спросить, как вообще это мнение имеет место быть, и как в предном служении, допустим, есть разные служения, какие-то нам приятно выполнять, какие-то неприятно выполнять. Как служения, которые нам не очень приятно выполнять, выполнять так, чтобы в правильном умонастроении, в общем, не ориентируясь только на свои чувства. Если мы действуем для себя, то это справедливо. Для себя должен делать что мне нравится, и все, все для себя я делаю. Для себя готовлю что-то, для себя покупаю какие-то вещи, которые мне нравятся, мне подходят, это критерий, а все дела для кого-то, я не должен руководствоваться, что мне нравится, что не нравится. Это сила отношений зависит, как я буду это делать. Да будь я и негром преклонных годов, и то без уныния и ления. И русский выучил только за то, что им разговаривал Ленин, Маяковский, со школьной скамьи, помню. То есть мне не интересен этот русский, может быть, потому что я негр преклонных годов, но поскольку Ленин говорил на этом языке, я выучу его. Если Кришна говорит на санскрите, мне интересен санскрит. То есть для Кришны я могу делать то, что мне не нравится, потому что ему нравится. Не думайте, что любовь это делать то, что мне нравится. Как раз, скорее всего, делать то, что мне не нравится, но нравится кому-то другом, кого я люблю, и мне тоже это нравится. то есть мне нравится этот человек, вот почему это делает. Если мне Кришна нравится, мне тоже нравится это делать. Если никто не нравится, да, единственный критерий это мои вкусы личные, моя личная жизнь. Представьте, если вам кто-то нравится, например, тебе нравится муж, что ли, ты идешь выбирать ему брюки, тебе брюки не нужны, ему нужны брюки, ты их не дойти не будешь, тебе не нравятся эти вещи, ему нравится, ты для него это делаешь, он счастлив, потому что чувствует твою заботу, с другой стороны, он делает то, что тебе нравится, это называется любовь, ты о себе можешь даже не думать, потому что тебя кто-то любит, если есть такая любовь, мы о себе можем вообще не думать, а если любви нет, то мы только о себе будем думать, и так же если мы служим Кришне, Кришна заботится о нас, о себе можно не думать сильно. он следит за этикетом во вселенной. Когда пандовы были в изгнании, и они жили в лесу, у Дропади была чаша, которая могла дать бесконечное количество просада, и после того, как она вкушает последнее, то есть эта чаша переставала кормить всех. у меня такой вопрос, почему Дурасамуни согласился на эту фюру с Дурьоданой прийти к Драупади после того, как она уже поела. Это как-то связано с этим? Дурасамуни знает все эти вещи. Он знает все эти вещи, все одновременно понимает. Это Брама высокого уровня, он знает эти вещи. Знает все под оплеку и Дуретханы, и он знает, что Кришна придет, там может Панду, несомненно. Для этого он туда и пришел. Мотив его был именно увидеть Кришну. Он прекрасно понимал, если Панды попадут в трудное положение, Кришна обязательно придет. Вот и пришел туда. Где Апрсата, говорит. Как? Вы не накормите Брамана? И он готов проклясть. И Кришна явился. Это непростые люди. Наш долг, он должен быть связан с сознанием Кришны. кришна взял дерево Париджата с райских планет, чтобы унести в два раку это дерево на землю. Такие деревья не должны расти на земле. Это райское дерево. Особая атмосфера вокруг него. Здесь должна быть другая атмосфера. Но он решил подарить Сетя Пхаме это дерево. И срывал это дерево. И уже все, они полетели. Идра следил за порядком. У него был долг. Он подумал, он Верховный Господь, но нарушает порядок. Мой долг охранять порядок. Он начал остановить Кришну. Он сражался с Ним. Наш долг смешивается с сознанием Кришны. Однажды Рамачандра один демон его оскорбил. Или Ситу он оскорбил, или он его оскорбил. Почему? нанес какое-то оскорбление. Рамачандра сказал завтра в 12 часов я сюда приду и убью тебя. И ушел. Этот демон метался по всему свету. Искал защиты. И все говорили, ну если Рамачандра сказал, кто же тебе поможет? Даже полубоги эти не спасут. Если кого-то Господь хочет убить, кто защитит? А если он кого-то защищает, никто не может убить. Нет, нет, мы ничем не можем помочь. Он наконец пришел к Хануману, прям бросился к его стопам. Хануман, спаси. Я предаюсь тебе, я твой ученик, Шишья, то есть навечно спаси мою жизнь. Рамачандра меня завтра хочет убить. А, так ты предаешься, значит я тебя защищу. Не сомневайся в этом. На следующий день, 12 часов, Хармачандра пришел с оружием, там этот демон, взял лук, стрелу, и тут Хануман вперед становится. Господь, дорогой, такое дело. Я пообещал защиту, поэтому, если ты хочешь убить этого демона, тебе придется сначала убить меня. Ну, тогда я не могу вас убить, его Хармачандра. Долг и сознание Кришны, много историй. Выполняйте свой долг все равно. Мы знаем, что Кришне ничего не нужно, он не нуждается ни в каких деньгах, ни в нашей работе, у него все есть, но мы выполняем свой долг. Это наш путь. Дурвасаму не выполняет свой долг. Кришна выполняет свой долг, Дурвапади свой долг. Вот что получается. Такие ли вы? Все, вопросов нет. Вас хорошо кормят еще гавранга? Вам нравится присад или не очень? как-то непонятно. Я помню, как ребенку кашу подали в тарелке, наполовину посадили, наполовину пересолили. И одному дают со сладкой стороны. «Вася, вкусно?» «Вася, вкусно?» «Да». А другому берут эту пересоленную с такой же тарелки. «Вкусно кашу?» «Угу». «Еще хочешь?» «Угу». Что плохо приготовилась из на «Угу». 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 «Угу».